На ваших экранах видео с камер наблюдения одного из рязанских ночных клубов, по словам правоохранителей, с не самой кристально чистой репутацией. Начало конфликта. Вот эти люди пока друг с другом даже не знакомы. Что же могло побудить их вступить в открытый конфликт? Если самые проницательные из вас произнесут «Шершеля фам», наверное, будут правы. Ни фамилии, ни имени женщины по этическим соображениям мы называть не будем. Но то, что борьба за ее внимание стала мотивом, похоже на правду. Произошел конфликт между посетителями, в результате которого молодой человек ударил своего оппонента один раз в область головы кулаком. От удара молодой человек упал и ударился о тротуарную плитку, в результате чего потерял сознание. А это уже окончание вечера. Потерпевший разгирен. Его подругу уводит незнакомец, приобнимая за талию. Он садится в машину и мчится прямо на них. Дальше все выходит из-под обзора камеры, но происходит практически моментально. Потерпевший выскакивает из авто, бросается в сторону парочки и получает встречный удар в челюсть. Впрочем, большого значения этому не придает и, придя в себя, уезжает домой. Четыре дня мучается с головной болью, на пятой его увозит скорая. Но уже слишком поздно. Гематома задевает мозг. Когда употребляет алкогольные напитки, да, конфликтные, как бы и все свидетели говорят о том, что да, когда пьет, себя держать в руках не может. В принципе, он спровоцировал весь этот конфликт, он начал оскорблять обвиняемого. И в обвинении мы как бы меняли то, что моральное поведение потерпевшего противоправное. Свою вину обвиняемый признал сразу, но заметил, ударил инстинктивно, защищаясь, дескать, слишком агрессивно вел себя потерпевший. Следствие считает вину по первой части статьи 109 убийство по неосторожности абсолютно доказанной. Максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».